снова здорово дорогие друзья меня зовут романова на канале фрисан games это видео выйдет скорее всего поздно почему потому что у меня жесткая нехватка времени не успеваю видишь это вся при новогодняя суета хирота это та 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 видишь и сел побриться и успел только сбрить у сына все остальное нет времени окей ферма я купил поле на самом деле номер 10 загон для свиней там присутствует почему во первых я дурак что купил это поле потому что элеватора там нет соответственно то что мы оттуда будем с тобой скашивать я не смогу загрузить там же в элеватор то есть нам в любом случае придется возить его сюда либо сразу же скидывать скармливать его свиньям это плохо я рассчитывал что там есть элеватор но я дурачок на разведку не съездил плюсом это поле полностью засеяно хлопком а собрать хлопок мы с тобой не можем соответственно у нас идет что интерактив чик правильно что мы будем делать с этим полем либо я его выкорчевываю сажу что-то другое для того чтобы получать уже прибыль сейчас с него либо мы с тобой просто-напросто его оставляем копим бешеное количество денег а именно 485 тысяч для того чтобы купить хлопко уборочную технику вот есть пиши в комментариях и так мы соответственно и поступим дальше что у нас купил я прицеп есть у меня такой прицеп небольшой на 21000 литров 21000 литров 21 тонна 21 куб не знаю даже как правильно говорить мне удобнее конечно же тонна но видимо видимо нет хорошо нам не хватает сейчас что нам не хватает совсем немножко денег для того чтобы купить прицеп для перевозки из животных скотины этой поганой нам надо 24000 как минимум и плюсом нам надо еще непосредственно купить свинюшек свинюшки стоят я не помню но я смотрел то ли тысячу то ли полторы тысячи зарыла а в прицеп их влазить 9 а соответственно нам надо будет еще там сколько не знаю 15000 короче чтобы затариться свинюшками вот но 2000 нам не хватает на прицеп и там мы сможем хотя бы узнать точную стоимость более конкретную потому что сейчас без прицепа она мне покажет скажет пошел вон иди купи прицеп там тоси бося поэтому мы сейчас попробуем с тобой еще 2000 по быренькому где-то на скрести надеюсь что в тебе уже что то есть комбайн дай мне денег денег мне дай хотя бы по чуть-чуть надо было за кадром конечно побольше немножко поиграть и денег непосредственно рубануть но ты говоришь показываю вообще все как есть там то 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 мы хотим видеть все поэтому будем будем видеть все вообще абсолютно будем записывать все будем показывать так дайте пасану даст что то есть пару тонн есть пару тонн это где-то цена у нас не упала все также по 3000 ой 300 1351 цена падает охереть было 1378 плохо но 1300 это уже всяко разно вперед вот а нам надо то всего 2000 всего 2000 нам надо даже чуть меньше полторы так давай мы с тобой чуть-чуть сюда вот так вот проедем а перепродать нам ничего на самом деле я уже продал все что у меня было для того чтобы купить это сраное поле за 190 тысяч которая как оказалось то не надо было покупать здесь иди колоконулся я тебе честно скажу надо было эти деньги сэкономить засухарить так сказать так давай 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 сыпь до конца с тобой доедем поехали 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 ну сразу доллары не может туда загружать было бы интереснее вчера псором давай доллары сразу загружай чего-то остановился все остановился ладно где цена у нас она хоть и падает но все равно она на данном момент она самая высокая поехали быстренько доедем попробуем успеть 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 продать по наивысшей цене хотя опять же там цена рядышком растет но она все равно не выросла до этого уровня чтобы переходить на новую точку сбыта так поехали 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 сейчас выставлены у меня низкие настройки графики почему потому что выставляют низкие или высокие я не вижу никакого смысла оптимизация не вытаскивает это все графика особо-то таки не меняется то есть в предыдущей серии были очень высокие настройки графики сейчас низкие и честно но были не знаю ну давай конечно включу блин ну ну что с этого поменялось прорисовка да чуть чуть подальше стало и и по моему все по моему все больше ничего не интересного к сожалению нет хорошо мы доехали давай в цене убедимся да она еще пока выше давай сливаем есть 24 штукаря у нас есть отлично шикарно так животные где 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 не туда вот сюда животные здесь вот это мы с тобой берем купить из тебя запись идет запись идет это знаешь почему переживаю потому что я уже на самом деле второй раз записываю эту же одну и ту же серию там я и поле купил и очень много чего рассказывал и на 18 минуте заметил что у меня почему-то отстегнулся микрофон очень 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 обидно когда такое происходит прям вообще ни разу не тру короче все это печаль говно хрень полнейшая так поехали на за новым прицепом комбайн у нас пусть там пока батрачит работает ему полезно где мы с тобой этот прицеп оставим мы наверное оставим его его а вот здесь вот мы прямо его и оставим все пошел вон ты нам больше не нужен ты нам больше не друг мы с тобой не играем так а старый точнее новый прицеп у нас где-то тут это чужое поле можем на него насрать вообще как бы все равно не жалко абсолютно это уже наша но от этого опять же ничего не портится немножко конечно здесь не хватает реализма в чем потому что здесь не портится урожай да то есть написали мне в комментариях собирай когда урожай не желтый а темно-оранжевый типа больше соберешь соберешь урожая ну ты чё то это 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 тихо 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 падла подрезал нас прикол в том то что я собирал его желтым и боялся собирать темно-оранжевым думал что урожай может перезреть сгнить или еще что-то а нифига он не гниет не перезревают и ничего ему не случается да ну ты перестань тогда ехали также нельзя его затоптать этот урожай то есть можно на нем ездить это творить все что угодно самолет можно на нем посадить и все равно ему ничего не будет погнали посмотрим по стоимости сколько нам теперь надо денег для того чтобы затариться свинюшками вроде как что-то тысячу или полторы ли стоят одно рыло ну что-то почему-то у меня вот такой вот такая цифра в голове крутится вертится цистерна нам с тобой нужна будет опять же для вывозки и продажи навозной жижи для навоза нужен прицеп специальный навоза разбрасыватель если я не ошибаюсь называется также мне сказали купить трактор john diron читерский типа на него можно жатку как я понял от самого большого комбайна прицепить или что-то типа такого в общем комментариев много есть чем заняться если что то есть опять же если есть у тебя какой-то дополнительный совет пиши обязательно так смотри свинка полторы 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 хорошо у нас есть черные свиньи есть черно-белые есть белые есть розовые соответственно если у нас влазить 9 а свиней у нас 4 вида то мы каждый купим по 2 этого у нас с тобой получится 8 9 я не знаю есть смысл покупать вообще нет как думаешь а то обидно будет там черных свиней допустим получится на одну больше или розовых на одну больше там дискриминация пойдет толерантность у свиней она тоже наверняка есть вот эта вся дичь херня короче ладно посмотрим давай мы купим сначала 8 а ты в комментариях напиши какую девятую свинюшку ты хочешь больше купить белую черно-белую черную или розовую и мы соответственно большинством выберем какие свинки будут у нас при обладать в нашем племени свиней так иди сюда назад оп есть хорош помчали сейчас мы еще с тобой по чуть-чуть будем ездить собирать что у нас кстати по цене там вообще все плохо по рапсу или или уже ситуация получше 1455 и продолжает расти отлично шикарно эталонно но только у нас ничего нет комбайн мой не успевает ничего собирать блин а чё это ночь наступает и видишь чем да видно в принципе нормально да я на мониторе телефона не вижу потому что яркость не выкручена ярко стоит автоматическая надо бы ее выкрутить помощнее вот но во время записи это очень неудобно делать очень 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 поэтому если что то буду смотреть через монитор компьютера там хорошо видно хорошо дай спасибо сейчас он развернется мы тогда тоже развернемся и наверное рядышком с тобой встанем опача опача я застрял за дерево зацепился прикинь за елочку так там авария машину он встали видишь врезались одну другую это одна другую догнала и все и пипец сейчас будут стоять ждать пока гришники приеду короче это часа на четыре минимум не чтобы европротокол составить и разъехаться на нее нет 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 они же будут упираться типа ты виноват нет ты виноват неважно поехали давай давай денежку у меня сыпь сразу баксы золото серебро что-то но только не рапс ну смотри так прямо цепает вообще будь здоров сколько тонн тут получится три четыре пять на пару свинок даже хватит наверное так поехали попробуем продадим а вот сюда пожалуйста это у нас где это у нас подожди не понял грин сторож серьезно до грин сторож а это где а я все понял 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 где это это вот сюда вон там вода очень нравится туда ездить а на самом деле очень удобно ездить ты просто напрямую через все чужие поля естественно пролетаешь и по красоте там все продаешь она продавать у нас не так много я думаю что на пару поросят у нас должно хватить а за кадром я естественно подкашу под заработаю еще на остаток поросят и будем уже с тобой заниматься свинофермой наверное судя по всему посмотрим как они будут размножаться получится у нас что-то или нет кстати любой питомник свинячий коровий коровник там где овцы водятся как не знаю как он называется вот он уже содержит воду еду все остальное на 10 дней поэтому здесь нам переживать вообще не стоит ой точно смотри на 2 свинки нам хватит с тобой еще даже останется чуть-чуть на зарплату найми ту которая у нас работает на комбайне давай поехали сколько у нас время 12 минут прошло но мы наверное еще успеем что-нибудь прикупить а может и не успеем посмотрим сейчас мы съездим купим свинок отвезем их пока на ферму посмотрим как они выглядят были но ночь наступила опять же ночью она вроде как и хорошо и как бы вообще плевать ночи или то или ночь но не видно просто-напросто ничего так стой подожди мне куда мне вот сюда наверно да вот стоит у нас прицеп 24 доллара заработная плата хорошо пока мы ездим туда-сюда я надеюсь что у нас комбайн соберет много хотя бы полностью сама собирается это 5 и 6 принципе уже неплохо мы с тобой сможем еще пару-тройку поросят закупить так ты не сможешь да вот так вот за угол зацепиться на печально чем новая чуть-чуть поровнее тогда так задний ход давай 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 есть на разворот и погнали хрюшек покупаю так договорились каждый по 2 да но начнем тогда с розовых поросят я пару розовых с тобой зацепим так вот пару розовых есть раз-два переместить и пожалуйста подтвердить так есть новый скот минус 3000 на новый скот шикарно их тут видно кстати в прицепе а да смотри кстати видно 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 что там два поросенка стоит идеально поехали выгружать они по-любому голодные холодные испуганные не знаю какие еще но наверняка да загрузили фуру куда-то повезли может на убой колбаску делать кстати интересно почему то нет какого-нибудь такого знаешь вот реально и по птицефермы или завод по изготовлению колбасы и сосисик не знаю что тут еще можно и свиньи сделать там свиные ребрышки но было бы прикольно да если были бы именно вот какие-нибудь мясобойни в мясокомбинат это прям вообще эталонно до сделать на них там стоимость повыше да там какие-нибудь миллионы прям бешеные хотя опять же вспоминаем предыдущие части там были по моему что у нас лесопилки по моему до были вот ну не знаю может добавят конечно в будущем вот наше поле хлопково супер урожай но хлопок нам собирать к сожалению не чем обидно просто до безобразия прикинь сколько хлопка пропадает а хлопок между прочим нихера не дешевый то есть если мы с тобой мой там еще цена на рапс растет идеально хлопок хлопок о плавок 1495 но в принципе нормально да ну шесть правда по моему там подороже шерсть вроде как вообще космос они они это хлопок иногда в цене там и по две и по три тысячи прям вообще что-то нереальное что творится ух жесть так хорошо где мы свинок можем выгрузить где мы свинок можем выгрузить вот это наверное да да смотри есть поголовье подтвердить где свинки а вову гуляют поросятки подожди пойдем посмотрим так давай 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 пошли иди нафиг отсюда будешь тут еще на моей ферме умничать да он смотри вон раз свинья вдалеке гоняет и где вторая свинья поскольку интересно их вообще вместимость на ферме может быть у свиней эм а где моя вторая свинья не понял так у меня кто-то свинью украл ну загон большой может где-то и бегает не дай бог сосед свинью упер найду отрублю руки и забью этими же руками свинью слышь по папа подрезали так есть свиняру от 1000 всего 1000 прикинь только что привез уже 500 баксов потеряли охереть вместимость кстати здесь не прописано все не представляют сколько влазит а вот все обе свинюшки здесь вот на там 2 отлично обе свинюшки здесь поехали мы с тобой успеем успеем конечно же успеем мы с тобой наверно сгонять еще немножко рапса попытаться продать кому-нибудь по плюс-минус выгоднее выгодной нам цене и надеюсь купить еще пару свинок а то как мы без свинок с тобой вообще уже ни разу никак уже хочется как бы животноводством заниматься все дела жрут они все поэтому нам особо-то париться за это нет смысла кормить их будем тем то что будем сами выращивать на данном этапе это рапс после этого мы будем засеивать все наверное соей потому что она в принципе несмотря на то что дает меньше урожай но она по цене вроде как сейчас неплохо идет где сын да по полтора штукаря а может и рапс так и оставим не знаю просто бывают ситуации когда раб стоит 700 800 долларов максимум да а соя при этом взлетает до двух косарей ну очень обидно либо в опять же элеваторы просто-напросто забивать всем подряд и торговать уже прям по цене конской какой-нибудь когда она в космос улетает пробивает потолок и непосредственно мы уже тут как тут быстро рубим с тобой бабло капусту что такое батарейка садится отстань отстань не мешай мне так здесь мы с тобой пролетим четко слажена где комбайн наш работает а прицеп наш прицеп вон он стоит так вот этому с тобой беспалю вот так вот скинем чуть-чуть никто не видел не делай так никогда на ходу нельзя прицепы оцеплять так 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 опа оп хорош иди сюда кстати как раз еще должно по идее светать уже новый день должен наступить на комбайн как раз эти второе поле вот сейчас уже соберет да и закончит работу мы его перекинем на третье поле как там у нас кстати оранжевая но практически она до самый темный цвет все урожай уже максимальный закончил работу хорошо подожди сейчас есть тебя тогда выгружу и пойдешь дальше работать закончил он работает где-то круглогодичная работа кстати интересно почему снега не завозят потому что зимой урожая нет чего зимой урожая нет наверняка ежикаде нибудь культура которые зимой тоже может давать урожай нет и плички какие-нибудь придумали прикинь русская версия фарминг-симулятор рашин-эдишн ам теплички огурцы огурчики помидорчики ну классно же класса там самогонный аппарат где-нибудь поставить ну давай сколько это где-то примерно три тонны но на две свинки нам точно должно хватить так две розовые у нас есть сейчас пойдем купим еще две белых свинюшечки у нас останется две черно-белых и две черненьких свинюшки а уж какие они потом по на рождаются это уже конечно другой разговор а помчал работать помчал работать на хер или тебе еще делать они чтят так 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 что он этот край так опасно такое ощущение что он может его не зацепить в один прекрасный момент так смотрим цена наивысшая цена на рапс 1376 ага погнали продаем я даже знаю где это так это у нас да все верно все верно там где я думал но не там где я думал или там где я думал здесь есть одно место куда я очень не люблю ездить потому что это надо либо вокруг либо по горам по горам очень тяжело трактор удается там скорость теряется буквально там до десяти километров в час иногда и ниже прям вообще нехорошо да это как раз то место которое я тебе и говорил поэтому поедем вокруг здесь не покупают такой товар как канола пошел ты поле те за это затопчу понял так чух 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 ну вот так то хорошо здесь мы сейчас быстренько с пуль нем обратно вернемся через гору там заберем прицеп купим еще пару поросят или хватит у нас вину не я не знаю посмотрим на одну ходку еще хватит времени или нет но 4 поросенка мы сегодня с тобой точно купим так давай продаем стой продаем а цена то а цена не козырная ой-ой-ой-ой-ой-ой можем три даже поросенка купить но нет в ноль я не хочу уходить потому что зарплаты не чем будет платить рабочим соответственно лучше купим два вот переживая со своих рабочих все равно ну как бы ну блин работу сделали как бы он такой весь это тоже хочет денег получить на прикинь на комбайне проработал весь день до домой как бы собирается там жена дети у него а я такое как прости денег нет я свиней купил пошел нахер не будешь ты зарплату получать некрасиво ведь некрасиво надо зарплату всегда своим работникам платить любой труд должен быть оплачен поехали на 49 баксов тем временем как раз это скотина забрала денег купим два поросенка у нас остается тысячу восемьсот с третьего поля мы сможем получить примерно два полных комбайна это у нас десять тонн грубо говоря то есть это еще примерно 13000 но неплохо неплохо за кадром я не знаю я наверное не буду за кадром порубок покупать свинок я за кадром буду сеять и рубить бабло для того чтобы уже непосредственно заниматься там покупками еще чем-нибудь уже на видео они просто так собирать там раб свою и прочую хрень и можно это и принципе и так посмотреть хотя ты просил меня записывать вообще все но есть моменты когда например я могу поиграть да но нет возможности записать соответственно в эти моменты я буду собирать бабло капусту стричку полны для того чтобы сериях уже было что и интересненького сделать но ты не забывай про нас или наш интерактив то есть какую свинку нам надо с тобой купить потому что у нас получается одна свинья в доминирование получится один вид свиней и плюсом интерактив что нам делать с полем хлопка выкорчивать и засеять его тем то что мы сейчас можем с тобой собирать или оставить до тех пор пока не купим хлопко уборочную технику она стоит 485 тысяч и это очень ска дорого очень 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 дорого но сумма в принципе реальна почему потому что я до этого продал рапса на 220 230 тысяч примерно и при этом я бы не сказал что я где-то сильно много так заигрывал да нет как бы чуть-чуть свободное время там собрал там собрал просто я в элеватор все это загружал все это время вот на 500 тыс мы можем заработать я думаю это не проблема так 50 баксов хорошо зарплата 50 баксов еще улетела как долго эти сволочи будут размножаться когда мы сможем уже продавать и почему они по тысячи всего мы покупаем по полторы тысячи а продаем по тысячу что за негатив так давай переместить переместить также по полторы офигеть не встать чё за негатив спокойно трактор не лезть на забор уже культурный трактор зачем ты на забор то полез пошел вон пошел вон я еду ничего не знаю по тысячи продавать вообще ни разу не выгодно так вот раз свинка гуляет есть где еще свой не так два три четыре так все свинка на месте хорошо о еще и хрюкаю чё-то там прикол в том что здесь нету фактически ничего то есть мы не можем с тобой посмотреть сколько у них осталось еды там то сибоси ну давай смотри животное производительность 0 почему производство до приплода куплено 2 навоз 0 жидкий навоз условия а воды нет соломы нет корма нет серьезно как это нет там где у нас коровы были там все было забито и вода и все остальное на 10 дней вперед я думал здесь тоже самое а нихера еди же пассатижи а это я им сейчас и воды не могу даже привезти потому что у меня нету воды прикинь у меня нет цистерны чтобы им воду привезти ахери а они не умрут с голоду по идее не должны просто они не будут приносить прибыль ни к кущу и абсолютно вот раз тут урожай не умирает да не гниет соответственно и свинки по идее не должны помирать все пусто яхери не ну покормить и мы сейчас покормим как бы это не вопрос сейчас моим раб со немножко отвезем блин вот это я лоханулся а почему здесь тогда вот в коровнике все забито до отвала и вода и еда и солома и трава я на втором сохранении просто попытался посмотрел вообще как работает тому с травой разобрался еще что-то там где-то разбирался то есть узнавал кое-какие нюансы потому что здесь жалко было тратить деньги время все это а там не жалко поэтому я создал сохранение второе потом его удалил чтобы она не мешалась и там было написано что на 10 дней все заправлено но это видимо относится только к коровнику блин вот это обидка бедные поросятки им кушать нечего писос давай 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 они есть хотят хотя бы без воды блинский там дождь пойдет они там воду где-нибудь придам луж очень много пусть они это из луж воду пьют из животные в конце концов ахереть не встать мне вот интересно а с элеватора они могут брать еду или нет давай мы сейчас с тобой это проверим мы сейчас выгрузим в элеватор и посмотрим либо нам придется все таки еду постоянно возить туда это плохо и далеко и времени много надо хотя не знаю сколько свиньи жрут хотя не свиньи должны много жрать давай 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 доезжаем так есть сыпали здесь видно есть видно животное нет нет надо возить блин 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 и чё почему промазал чутка где поехали на поле а свиноферму точнее да конечно жестко лоханулся жестко обидно ну да ладно если они не упирают не умирают то в рот компот производительность мы наладим это в принципе не страшно засеем соберем урожай продадим и непосредственно купим уже цистерну нам главное это кормить их это еда и это вода наверное все таки придется мне блин ну вы пишите все равно касательно того что делать с десятым полем хлопок оставлять или нет но я уже склоняюсь более к тому то чтобы выкосить все нахрен там засеять все чем-нибудь дешевым чисто для того чтобы кормить уже непосредственно поросят допустим ту же самую пшеницу можно посеять чтобы собрать еще сено и завести к ним сено так где еду хавку вам где высыпать ну 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 перестань ну нет 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 не цепляйся за забор что у нас здесь вообще так это под сено да под сену литра вот это наверное здесь не покупают такой товар как в смысле не покупают запас корма в полной кормушке хватит на десять дней да смотри ты тысячи три тысячи шестьсот литров угу вода нам нужна солома не факт но возможно солома солома блин с водой надо что-то делать производительность все равно на нуле они не будут ничего делать пока мы с тобой не завезем воду обидно ладно хорошо ладнушки ребятушки на этом у нас все то есть если интересненько обязательно подписываемся жду вашего мнения как всегда в комментариях большое спасибо что посмотрели с вами был фермер роман и канал фрисангеймс фрисангеймс